Красиво шить не запретишь. Иголка в руках мастера способна творить чудеса. Я говорю об иголке в руках мастера ведущего специалиста клиники лаборатория красоты Ольги Цуркан. К ней и направилась наша героиня. Мы очень рады видеть Наталью в нашей клинике лаборатория красоты. Сегодня мы проведем процедуру, одну из процедур мастерапии перед встречей со стилистами. Сегодня мы будем делать процедуру мастерапии. Наверняка уже вы видели, встречали женщин с очень интересными точечками на лице, которые в течение 2-3 дней выглядят, в общем-то, как кожа лягушки. Но должна сказать, что это не просто кожа лягушки, а это кожа царевной лягушки. И буквально через 3-4 дня она расцветает, она обогащается влагой, она становится более упругой, более приятной на ощупь и просто нам бит. Хочу отметить, что мезотерапия, бывает нескольких вариантов, что есть мезотерапия классическая, когда это просто введение витаминчиков очень-очень поверхностно в виде напажа. Таких процедур нужно сделать достаточно много на курс, хотя их большой плюс в том, что практически нет изменений сразу после процедуры, то есть каких-то видимых. Биоревитализация – это одна из разновидностей, одна из более, скажем, таких процедур с более выраженным эффектом, который нужно провести для курса хотя бы 3-4 процедуры, и тогда действительно кожа сияет, кожа наполняется влагой, кожа чувствует себя лучше. Наталья – замечательный человек, выглядит очень хорошо. Когда я узнала, что у нее уже трое деток, я поняла, что, в общем, она умница. Наверное, положительные эмоции от детишек помогают женщине выглядеть замечательно. Хотя, конечно, в любом случае нужен уход. Ее качество кожи, в общем-то, предполагает, что она, да, замечательная, но она очень-очень быстро теряет влагу. Именно склонность к тому, что морщинки будут появляться больше и больше. На первом этапе мы Наталье нанесли анестезию для того, чтобы процедура была менее болезненной, хотя многие согласны терпеть ради красоты и без анестезии. Хотя я настаиваю на том, что, в общем-то, анестезию проводить нужно. Далее это будут тут очень-очень мелкие папулки, которые мы будем располагать именно в тех местах, в тех зонах. Я хочу подчеркнуть не по морщинкам, а именно зоны, где морщинки, где нам нужно именно увлажнить и подействовать положительно на кожу. То есть это будет кожа вокруг глаз и кожа вокруг носогубных складочек. Потому что очень приятно, что Наталья у нас очень улыбчивый человек. Зажимать наши папушки будут в течение 2-3 дней, иногда до 4 дней. Как правило, область кожи, шеи и декольте немножко дольше. Относительным противопоказанием к данной процедуре является беременность и лактация. Это, в общем-то, относительно на самом деле не столько сама процедура, потому что гиалуроновая кислота и мне является абсолютным противопоказанием. Но тот лидокаин, который содержится в креме для обезболивания, он несколько может влиять на эти процессы. Поэтому это уже зависит от вас. Если вы не боитесь ходить несколько дней, как царевна-лягушка, то делайте смело себе процедуру биоревитализации. Это идеальная процедура подготовки к летнему сезону.